За Твоё помасание, за Твоё присутствие, за Твою силу, за славу Твою Господу, Аллилуйя. Поставьте славу Богу церковь, будь прославлен Иисус, Аллилуйя, Аллилуйя. Присядьтесь, пожалуйста, будьте святым. Я вот уже, когда все собрались, я хочу представить гостя. Сегодня нам будет служить брат Сергей. Мы с открытыми сердцами ожидаем слова от Господа через нашего брата. У него чудесное свидетельство, он поделится. Да благословит Господь, брат. Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! И ни в коем другом нет спасения. Братья, сёстры, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Аминь! Которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Благословляю всех вас, возлюбленные. И сегодня я хочу поделиться словом, свидетельством. И благословляю ваш город замечательный. Слава Богу! И хотя сам Белгород ещё я не посмотрел, но самое главное уже увидел. Да, я знаю, город будет, я знаю, саду цвист. Когда здесь такие люди есть. Когда действительно, потому что соль города, да, любого места, земли, сам смак, сама суть. Это люди, знающие Бога, это верующие, это действительно, ну скажу так, люди, которые, божьи люди, которые являются светом и солью этой земли. И хорошо, что были сегодня свидетельства, я как раз послушал. И я убедился действительно, что это живая церковь. Да, потому что, на самом деле, живая церковь, это не просто даже собрание, даже не просто там здание или что-то ещё. А это живые души, живые души, знающие Бога. Это действительно Бог, живущий в человеках. И человеки, живущие в Боге. Это и живая церковь. Поэтому это действительно живая церковь. И я рад быть с вами сегодня вместе, славить Господа. Белгород я часто проезжал поездом, ну пару раз машиной, но каждый раз облагословлял ваши белые горы, как говорится, да. Но вот Господь дал возможность побывать мне у вас, послужить словом. И привет вам огромный и от моей семьи. Ну они уже в записи посмотрят тогда уже, да. Вот, и я, извиняюсь, я чуть-чуть сдвинул камеру, да, вот так вот, да. Да, я записываю, стараюсь брать с собой поездки во все камеру. Записываю, спасибо моему другу, старому Максиму Максимову, СНЛ, да, телевидение. Это он меня так, знаете ли, поднатаскал и научил. В общем-то я никогда раньше не думал о том, чтобы там что-то снимать. Ну в некоторых школах, церквях там, допустим, практика такая есть. Думаю, ну достаточно. Вот, а понравилось, даже вспомнил, что когда-то в детстве, в юности, я хотел сам снимать кино, знаете ли, вспомнил свои старые мечты. Вот, и теперь стараюсь все записывать, вот, и таким образом, даже если где-то один, то семья моя потом уже в записи или там в трансляции бывает смотрит. От своей супруги привет и от наших, с ней, шестерых детишек нам был дарил шестерых. От наших двоих внуков и трех котов. Короче, от всех наших. Да, они обычно тоже смотрят у нас тоже все, в моей трансляции. Вот, и, ну как в мультике в том, кот Равина, да, смотрели, нет? Классный очень мультик французский. На русском, правда, его очень трудно найти, значит, но кто желает, посмотрите. Вот, английский, очень хорошая озвучка, профессиональная такая, хорошая звездная озвучка. Вот, а так, наверное, в одном французском языке он, будем так говорить, звучит. А кот Равин, это один Равин, ну, как батюшка, только еврейский, да, значит, и у него был кот, который, ну, вдруг заговорил по-человечески. Ну, как бы, ну, в Библии же есть пример, там, значит, допустим, да, значит, да, с лиц там заговорила, да. Вот, и кот еще захотел принять даже иудаизм, значит, кот в шоке, значит, да, кот в шоке, значит, Аравина еще больше в шоке, значит, но, как бы, история вообще очень интересная. Сразу говорю, снимали неверующие, но, как бы, но с очень хорошим смыслом таким. Так вот, и, ну, а это про батюшку и котов, можно сказать, новый мультик. Вот, а так, от нашей церкви, реформатовской, православной церкви Христа Спасителя, священнослужителем, которой я являюсь, да, и архиепископом, и от наших батюшек, матушек, вам большой привет, слава Богу, наших церквей, нашей епархии, и мы сейчас готовимся к, в этом месяце, преображения Господня, такой праздник большой есть. Вот, готовимся к собору, то есть собранию, будем так говорить, большому собранию такому, посвященному как раз теме преображения, преображения и жизни человека, каждого верующего преображения, да, преображения семей, преображения общин, церквей, преображения, там, объединений, там, конфессий, динаминаций, и преображения всего тела Господнего, всего тела Христового, да, ну, всей церкви Господней, слава Богу. Так что, слава Богу. Так что, за жизнь. Лихай, да, за жизнь. Я, кстати, взял с собой талит, такой талис, мессианский, еврейский. Очень люблю петь благоставения, вот, это уже под конец пою, благоставения. И здесь молитвы, будем так говорить, и такие местописания из Ветхого Завета и из Нового Завета, это уже о Машефе, о Мессии, уже пришедшем, Ишуа, об Иисусе Христе. Очень люблю покрываться талитом на молитве. Вот. И как еврей, и как христианин, и как, ну, верующий человек. И знаете, друзья, хочу благословить вас словом и свидетельством. И, конечно, то, что я уже услышал сегодня, для меня это уже, ну, скажу, я уже не зря приехал. И это для меня, ну, очень хороший урок. Вот. И даже тому начальнику вашему завидую, да, потому что у него хорошая помощница. Аминь. На самом деле, да, это огромная сила, это вообще, скажу, огромное благословение. Поэтому я верю, что не в оккультизме, а в истинном Боге, вере, Он найдет счастье в свое исцеление. Аминь. И другие люди. Потому что, на самом деле, вот, на рабочих местах, да, наших Бог прославляется и действует. Настоящее Бога служение, оно совершается как раз именно, как правило, за периметром собрания нашего, да. Аминь. Вот. И благодарен Богу, конечно, тоже и за слово, да, пожертвование, да, жертве. Вот. И я вспомнил тоже, там, историю, очень такую давнюю уже, правда, историю. 91-й год. Я служил там священником в селе. Был простим сельским батюшкой. В Рязанской области это было. Вот. И не в реформаторской, а обычной традиционной русской православной церкви. Я там начинал свое служение. В 87-й, 88-й годы там начинал свое служение. А в 91-м году стал священником. И служил в Рязанской области и Брянской области. Священником традиционной православной церкви. Вот. И много было для меня уроков. Очень таких хороших уроков в селе, в селах в этих... Я городской житель, но вот несколько лет прожил в селах. И, знаете ли, не жалею. Это очень интересный опыт был для меня. И там в 91-м году, получается, там, на моем первом приходе, где я был уже настоятелем храма, там было... Ну, там было несколько бабушек, таких старинных бабушек. Вот. Еще с 19-го века, получается, родом они были. Потому что в 91-м было там 93-94. Самая старшая 96 баба Оля была. Ну, она была очень старая такая, да. И самая такая, наверное, там, старая, наверное, бабушка. Вот. И она почти ничего не видела, но все слышала. И очень хорошо слышала, кстати. Вот. И много что помнила. Да, значит, это просто, скажем так, дом советов. Значит, вот, значит... Не, ну, я был в восторге, конечно, от бабушек этих, значит, они от меня. Потому что я очень любил всегда слушать. Вот. И они были довольны, что их кто-то слушает. Вот. И... Но там помоложе, которая была, вот баба Наташа, да. Она тоже была с 19 века, получается, родом. Ей было 92. Значит, она была в конце самом 19 века рожденной. Вот. Очень такая вообще бабушка. Не подумай, что ей там за 90. С утра пораньше еще на Зорьке она уже все село уже оббежала. Туда, сюда, значит. И... Короче, утром к завтраку я уже все новости знал. Это КГБ отдыхает, там, с Масадом, значит. Вообще, там, там... И радио не нужно, и телевизор не нужно. Вообще. Я уже знал, где кто родился, кто женился, кто там, значит, там, отлучился. Короче, ну, все. Все, все. Все, по кладу у меня была. Вообще, не бабушка, а клад просто для батюшки, скажу так. Вот. Вот. Ну, ее все знали. А мне еще потом другие бабушки рассказывали. Если бы вы знали ее мужа покойного, вот это был вообще... Это такой был... Первый парень на деревне был вообще. Вот. Гармонисты, все прочее. Вот, значит, у него была кличка. Кстати, кличка я просто... Ну, там, у всех клички какие-то. В селах так вот принято почему-то. Вот, значит, ну, какие-то непонятные были у многих клички такие, как бы даже такие, ну, пошлые. А у этого была очень хорошая. Звали его Аллилуйя. Представляете, вот, хорошее кличка в селе Аллилуйя зовут. А почему? Потому что о мужике они рассказывали. Они видели его там, значит, вот он где-то там то в телеге, на телеге едет где-то там, то где-то, значит, там на санях зимой. Да, и все, гарманит. Аллилуйя, Аллилуйя, поет, значит, там, да, да. Такой был дядь, как говорит, да, вот, значит, и дедушка вот такой, Аллилуйя. Думаю, здорово, хороший, наверное, был человек, точно. Вот, хорошего человека, плохого человека Аллилуйя не назовут, да, это точно. Вот, значит, но баба Наташа была вообще, ну, святая женщина, на самом деле. Вот, я узнавал такие подробности из ее жизни. Ее баб, ее мама, ну, еще дело было до революции, она была еще девчонкой совсем. Значит, и ее мама, ну, осталась одна, так получилось. Муж потерял она. Вот, то есть у бабы Наташи, да, получается, отец рано погиб, значит, и так трагически. И осталась мама одна и куча детей, мало-мало-меньше, как говорится, семеро по лавкам. Вот, и жили бедно очень, значит, и мама ее мечтала корову иметь. Вот, и кто-то там, видимо, дал деньги, не знаю, каким-то образом там у нее деньги появились. Но на корову не хватало, вот, да, козу она не хотела, хотела корову именно. И вот, значит, молилась, всех поставил на колени там, значит, всех детишек и на рынок с этими деньгами. Ну, понятно, что с этими деньгами она не нашла бы, но она пошла. Вот, и, конечно, корову не нашла такую, но в конце рынка уже, когда все уже расходились, вдруг видит мужичок идет и ведет так коровенку, ну, такая, ни вида, ни величия, вообще ничего. Вот, ну, не жилец явно коровы. Вот, и она, значит, ну, она сельский житель, она понимает, что корова уже все так, ну, ладно дышит, как говорится. Вот, ну, она возьмет и спросит его, значит, а вы куда, на убой там или куда, ну, вот, хочу продать, говорит. Она так, ну, а со сколько вы хотите продать ее? И он называет сумму, которую у нее как раз в кармане, представляете? Ну, короче, эта женщина восприняла это как знамение свыше. Хотя она чисто по-человечески понимала, что она, ну, ошибку совершает, покупает корову. Вот, значит, да, значит, но она заплатила ему эти деньги, взяла эту корову и пошла в село. Вот, там, говорит, над ней пол села смеялась, говорит, а другая чуть не плакала. Значит, деньги дали, ну, на ветер просто выбросила. До утра доживет корова, это чудо же будет уже. Ну, так люди говорят, соседи говорят, но вот если до утра доживет, это чудо уже. Вот, и корову прямо в дом завели, говорит, значит, она прямо у них жила там, прямо там. Ну, огородили ей часть дома этого. и все опять на колени, всех деток на колени она поставила, все молились, за эту корову молились вообще, ну, одним словом, корова не сдохла, даже утром куш попросила вроде, но что-то проявила желание что-то поесть даже, я не знаю, может мужичок ее молил голодом, но корова одним словом, как Чарльз Диккен сказал, любовь к жизни, появилась у нее любовь к жизни, вот, корову захотела есть и ела, поначалу только ела, вот, значит, прошло время какое-то, вот, баба Наташа рассказала интересную историю, когда с этой коровы появилось молоко, вообще-то интересная история такая, вот, дело в том, что первый там какой-то там был у нее надой там какой-то, да, то дети собрались, там кружка какая-то всего лишь, там был локатор немного, значит, дети собрались, смотрели, значит, и эта женщина, одним словом, первой надой, даже сама не попробовала и даже детям не дала, они думали, старшим, думали, наверное, младшим даст, самым маленьким даст, а она, представьте, с этим молоком, значит, да, значит, она пошла по селу, значит, и в другое дом зашла, а там их в селе, вот, там, это Виленки Рязанской области, Михайловский район, значит, там большое село, там полторы тысячи дворов, то есть это, ну, как поселок, будем так говорить, большое село, вот, значит, и в этом селе были некоторые семьи, вот такие же, как она, вот, вдовы и куча детей, вот, и ничего нету, шаром погоди, значит, и вот она в один из таких дворов принесла, значит, молоко и полностью дала, представляете, вот, значит, а потом другой надой был, значит, она опять тоже взяла и тоже не сама не попробовала, не детям не дала, представьте, что такое, да, вот, детям не дать, вот, который флачет, а отнесла в другой дом, тоже такой же бедный, вот, третий надой, тоже, вот, первой надой, короче, она не сама не пробовала, не детям сами не давала, представляете, а полностью все, значит, туда относила, вот в эти вот, ну, дворы, вот, и полностью отдавала им это молоко, а потом, когда она обнесла у всех этих вдов, значит, то уже стала делить, делить надой, значит, часть себе, значит, да, детям, значит, часть относила туда, все равно выделяла, хотя нам мало было чего, но, как бы, она выделилась этим, и, представляете, значит, там другие бабы подтакивали, значит, чтобы так, ну, но они помнили, что-то, они не знали подробностей некоторых, но они знали, что чудо было на самом деле, чудо, во-первых, корова у нее славилась, у этой женщины, значит, у матери, да, баб Наташи, вот, значит, и корова была рекордсменкой там у них, значит, по надоям и качеству молока, и там у них один какой-то мужик жил, но не в их, в этом селе, а, ну, тоже в Рязанской области, вот, у которого, ну, богатый человек, у него коровы были, он был фанатом коров вообще, да, он и немало ночевал там с ними, значит, и у него коровы жили лучше, чем люди, значит, там у нас вот жили, вот, и у него коровы были медалисты на выставках международных, там, в Париже, где там, говорят, с медалями были коровы, то есть, ну, такие непростые, значит, и тому мужику сказали, значит, что, значит, так и так, вот, в таком-то селе есть коровы, у которой надоев больше и лучше их молоко, чем у твоих этих коров. Короче, он не поверил лично, но поехал, поехал проверять, и, представляете, он там заплатил, значит, там, и находился возле этой коровы, значит, все это время, значит, там, и удивлялся, на самом деле. Вот, значит, при нем, там, и надоев делали, значит, и проверял молоко, и, на самом деле, был вынужден признать, что, на самом деле, вот, эта корова дает больше молока, и качество лучше, чем даже его медалисты с выставок. Он, короче, не отставал от матери в этот день. Значит, где вы взяли эту корову, чем еще прикармливаете, значит, какие, ну, короче, он все хитрости хотел узнавать, значит, ну, что особенного такого этой коровы. Короче, он убедился, что ничего особенного нету, что, значит, что кормежка обычная, все обычное, ничего такого сверхъестественного там нету абсолютно, чего бы он не знал. Он даже больше еще знал. Но, представляете, у него, как у специалиста, там, просто, ну, как говорится, ну, как, челюсть отвисла, все. То есть, это невозможно. Да, и дети все выжили, слава Богу, да, значит, и эта семья была благостовенной. Вот, потом разъехались, и войны пережили, и революции, и все прочее, значит, слава Богу. И вот баба Наташа рассказывала, вот, и, ну, для меня это был, знаете, такой был урок такой, просто всю жизнь. Да, очень-очень хороший урок, слава Богу. Да, и вот, из Библии, Римлянам 8 глава, 9 стихом написано, Римлянам 8-9 написано, что вы не по плоти живете, написано, да, а по духу. Если только дух Божий живет вас, если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. И в этой же 8 главе, там говорится ниже чуть, в 15 главе написано, 15 стихом дальше написано, вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем, Ава, Отче, сей самый дух, свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Аминь. Аминь. Друзья, дух Христов, дух Божий, дух усыновления. Скажу, на самом деле, это великая благодать, великое таинство, великое чудо. Вот, и это самое главное, самое основное вообще, что есть у нас. Потому что можно называться по-разному, можно разные одежки там носить, да, разные формы богослужения, вот, но, да, их масса этих форм богослужения, и я последних больше 20 лет уже общаюсь с христианами, очень разные конфессии, разные динаминации. До 96-го года я не общался вообще ни с кем, только, ну, только с православными общался, будем договориться. Я не думал тогда никогда, что я буду еще с кем-то общаться, значит, там, ну, кроме православных христиантов. Ну, я так был, наверное, воспитан, ну, я и сам так мыслил, и даже так учил, что только лишь у нас в православии возможна, ну, истина, да, спасение, все прочее. Но в 96-м году познакомился вот с верующими, ну, другими, то есть неправославными. И это произошло-то как-то случайно, как-то само собой, как-то, знаете, произошло. Хотя до того я, даже мы как-то с женой говорили на эту тему, ну, еще в 91-м году, кстати, давно, получается, да, на эту тему говорили, и она как-то так высказала такую идею, вопрос такой мне задала. Я так был диаконом православным, вот, но готовился стать священником. Как раз в 91-м году меня священники руководили в Рязани, и архиепископ Симон Рязанский-Касимовский меня там руководил, вот, и как раз перед рукоположением вот такие всякие разговоры были о вере. И вот жена моя спрашивает меня, ну, матушка моя, будем так говорить, да, значит, а вот неужели только мы православные как бы спасаемся, ей все интересно было. Просто у нее был опыт, ну, не у нее даже, она просто знала, у ее знакомых была знакомая женщина одна, которая была баптисткой, и, ну, еще время советское было, понятно, там, середина 80-х, или начало 80-х. И эта женщина, она приходила просто там, ну, к ним приходила. И эта женщина, она, вот, как-то так, ну, все разговоры как-то аккуратно, так, ну, переводила к Иисусу Христу вообще. Вот, и когда она о нем начинала говорить, а время же было такое советское, там все были неверующие люди, и они просто все замолкали, вот, и она рассказывала об Иисусе Христе, и потом начинала петь о нем, и пела, и начинала плакать, и вот, ну, и все понимали, что вот она действительно, вот, как будто он прям там присутствует, так пела. Вот, и моя жена говорила, ну, вот, она померла уже давно, вот, ну, неужели она, вот, попала в ад, что она была баптистской? Она же так любила, вот, Иисуса Христа, слушай. О, и я сказал, что матушка моя, мать моих будущих детей, как бы, думаю, а если надо такую ересь, думаю, выскажут где-то на приходе, думаю, думаю, не дай бог, ну, греха не берешься дальше. Вот, я говорю, я их проинструктировал, вот, очень жестко так, ну, что, не, не, я священник будущего, вот, буду располагаться, все. Вот, и ты как жена священника обязана просто, ну, как бы, ну, быть, ну, знать политику партии, одним словом. Что только лишь, если мы православные едва спасаемся, то вообще для, для них неправославных вообще шансов ноль вообще. То есть, если у нас там, как бы, значит, да, еще там, на воде вилами, то там вообще даже, как бы, значит, даже, как бы, и солена непаханная. Вот, значит, и, то есть, я, даже шансы, да, даже, ну, забудь вообще об этом, значит, даже, забудь. Вот, и представьте, и в 96-м году, вот, прошло несколько лет, получается, да, уже в Брянской области, я уже служил там на приходе, но в Брянской области-то я там храмы восстанавливал, получается, их передавали тогда, как раз, они становились действующими снова храмами, вот, и приходилось там много и физически работать, потому что там эти храмы были зернохранилищами, там, овощехранилищами или просто помойками какими-то, вот, к сожалению, да. Но, а там уже в Брянской области я служил в храме, который никогда не закрывался, вот, вообще, он как-то чудом уцелел, так вот, значит, один из немногих на Брянщине, вот, значит, и такой известный храм там, значит, по Брянской области, и не только по Брянской, то и соседние там, Могилевская, Гомельская, там, хорошо знали их, значит, этот храм привозили в советское время туда всегда и крестить там, и мечать, и, ну, все, короче. Вот, храм сохранился чудесно вообще, удивительный храм такой, значит, и моя мечта вообще, деревянный полностью храм, и моя мечта вообще была служить в таком храме, акустика потрясающая вообще, это что-то невероятное, евреи строили храм, выкресты, там их высылали, значит, и там они как раз проживали, еще при царе и батюшке, значит, а земля была, польских этих, ну, каких-то там князей, там, их захоронения, там, склепы, их там, эти, вот, значит, и там они построили деревянный храм, потрясающая постройка была, вот, и трехпрестольный, огромный, когда архиерей приезжал к нам, значит, архиепископ этот, уже Мерхисаде, Брянский, вот, значит, то он был просто в шоке, говорит, вот это да, он был прислан как раз того, он ко мне приехал, он говорит, весь твой, у тебя один алтарь больше, чем весь наш, наверное, этот кафедральный собор, значит, в Брянске, слушай, говорит, вообще, вот тебе надо архиерейскую кафедру ставить, а не у нас там в Брянске, вот, значит, и потрясающая акустика, я там был просто, ну, в восторге, там, когда там воздал сдаешь, там, там, я сразу понял, что акустика потрясающая, потому что даже шаги, они отзвук имеют, там, наверху, деревянный храм, что необычно, в деревянном храме, потрясающе, вот, и когда в алтаре воздал, там, благословен Бог наш, и просто улетело все это сразу туда, и ударило в спину, у меня аж шерст дыбом, аж, вот, я не ожидал, вообще, ну, я редко где такое, вообще, переживание имел, вообще, ну, скажу, не было потрясений, просто потрясение, вот, и уже в этом храме служил, да, значит, ну, все хорошо, значит, да, вот, там, дом хороший, церковный, прекрасный храм, красавец, жена, двое детей, все, все есть, кроме проблем, в принципе, все есть, значит, и, и, знаете, значит, и, и в этот момент как раз вот, вот, но проблема-то была, она такая невидная проблема, совершенно, как бы, значит, которую по-человечески не определишь-то, внутренняя проблема, потому что внутри все больше и больше вот это вот, действительно, тоска по Богу, и религиозная система, она хороша до поры, знаете ли, вот, но она не, религия, она все равно не дает ответов на самые важные позывы души, потому что бездна бездну призывает, бездна бездну призывает, и вот и еврейские, и христианские, и плутаватели, как раз вот именно согласны были в том древности, и христианские плутаватели, что здесь идет речь о бездне, которая внутри нас, бездне, которая внутри человека, и она лишь эту бездну Бога жаждет, как в той песне поется, вот, океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца, океан Божьей любви, безусловной любви отца. И в этом океане, действительно, есть ответ. И вот, просто, я уже знал, что такое океан этот, я уже был в этом океане. Знаете ли, если бы я не был бы в этом океане, то, конечно, значит, был бы, может, совсем по-другому бы. До того, как я стал православным священнослужителем, вот, моя карьера началась православная как священнослужителя в 87-м, и уже, ну, де-факто, а де-юре в начале 88-го года. Значит, и, а до того я заканчивал училище Орловское художественное, я художник по своей специальности. Да, значит, кстати, белгородских художников знаю, кто тогда учился со мной вместе. В Орле, в Орловском училище художественном ребята с Белгорода учились у нас, поэтому я знаю этих ребят, что сегодня тоже выставляются. Вот, тогда, середина 80-х, да, мы вместе учились как раз в Орле. И, знаете, интересно, кстати, один из моих товарищей, но, правда, не белгородских, а липецких, покаялся. Вообще, это было потрясающе, удивительно. Я в Липецке у них бывал несколько раз уже, вот, и очень рад был за, кстати, Дима, его зовут Дима, да, значит, как вашего пастора. Вот, и я не ожидал, честно говоря, его через столько лет вновь встретить уже совсем другого человека вообще, другой человек совершенно. Вот, он в церкви Песятнической, там, значит, в городе Липецке сейчас там тоже проповедуют, и молодец, слава Богу, вообще, удивительная история. И он сказал, слушай, говорит, вот то, что о чем-то рассказывал, ну, я о Христе, о Евангелии, о притчах Христа делился этим, рассказывал, свидетельствовал. И, знаете, он говорит, эти слова, эти семена, да, имеют силу. Представь, говорит, вот, мы не виделись 30 лет с ним, и вот, то, что мы когда с ним увиделись, ну, он нашел меня, в социальных сетях нашел меня, он на одноклассников списался как раз со мной, да, значит, кстати, в социальных сетях у меня там бурная деятельность такая, да. Значит, поэтому можете меня найти. Архиепископ Сергей Жоржев, у вас похода слуга. Вот, значит, но я уже, еще перед собранием понял, что уже многие смотрели уже мои видео там на Ютубе, вот, так что не забывайте там подписываться, лайкать, не стесняйтесь, делиться, не стесняйтесь тоже с друзьями, да. Вот, так что, нет, потому что это ж, это ж дело ж такое, не корости ради, да, не похоти ради, ради Господа и служения ему, да. И, знаете, вот мы с ним когда общались вновь, да, значит, мы как раз встретились снова в Липецке, ну, как, не снова, а в Липецке встретились с ним, вот, я ехал поездом с Кавказа, значит, там, и там в Липецке поезд долго стоит целый час, и как раз так списались, говорю, я как раз буду, говорю, вот, в Липецке проездом, подойди, говорю, к вагону, хотя бы, ну, хоть часочек посидим, пообщаемся там, ну, где-то возле поезда постоим, значит, и вот, и он подошел, значит, мы общались, и потом я к нему уже приезжал, уже в Липецк, уже несколько раз. И он сказал мне тогда, что, представь, то, что ты, вот, мы 30 лет не виделись, и вот 30 лет назад, то, что ты рассказывал, все это, оказывается, оно где-то во мне было, просто я это забыл, как бы, и не помнил, даже не думал об этом, и о тебе-то не думал, просто, ну, слышал, что, значит, там, даже Раулев, Сергей, он стал там священником, ну, и пару раз слышал от других художников, и все, как бы, ну, это совершенно никому не к сердцу, как бы. А здесь, вот, вдруг, после очередной пьянки, он был уже, ну, хороший художник, но погибал, из-за алкоголизма погибал, просто реально погибал, уже ногой стоял в могиле. И, знаете, и вот после того, что так получилось, что не было даже, чем обохмелиться, и своровать нечего, и халтуры нету, и вообще ничего нету, вообще, ну, как бы, вот так получилось, хоть помирай. Значит, и, и, одним словом, покаялся. Вот, все то, что я рассказывал, все стало вспоминаться, все это вспомнил, говорит, слава Богу. Вот, и, а встреча с Богом у меня была такая экстремальная, ну, почти 40 лет назад это было, да, значит, это было у меня еще в подростковом возрасте встреча с ним. Я вырос в семье атеистической, неверующей, совершенно нерелигиозной. Вот, моя мама, папа были убежденными атеистами, значит, и, хотя у меня большая мусульманская семья, вот, и еврейская семья, вот, по матери я татарин, по отцу еврей, вырос русским атеистом. Да, в первом классе я принял решение, я русский, все, отвяжу русский, я все. Потому что еврейская семья называла меня татарчонком все время, потому что там по матери, вот, значит, в татарской семье меня все имел, жиденком или еврейчиком, все. Короче, никому не угодишь, значит, и пошел в первый класс, я понял, я русский, все, все, хватит. Я и татарский стал уже забывать этот язык, уже, вот, хотя дедушка мой, бабушка мои, татарские мои, они, значит, ну, татарский язык знали хорошо, они, кроме татарского, почти ничего не знали-то. По-русски мой дедушка только одно слово знал, собака. Да, значит, у него, притом, без акцента, прям, очень хорошо говорил. Да, значит, и все, значит, моя еврейская бабушка, она идиш знала, но, я думал, она немецкий знает. Ну, это, это просто уже, уже будучи взрослым, я вдруг узнаю, это случайно, что, кажется, она немецкий не знала, что это, оказывается, идиш. Думаю, что... А я думал, она что-то скажет там такое? Я думаю, ну, наверное, у фашистов было где-то, наверное. Она же у нас ветераном была НКВД, еще ЧХНКВД, такая бабушка такая, революционная была. Я думаю, а мы с братом, еще пацанами думали, мальчишками, наверное, она там где-то в тылу врага, где-то там. Наверное, она такая была, ну, у фашистов, где-то там, может быть, за стенках, не знаю, ну, короче. Мы там себя уже подокрутили уже Оказывается, она и не была там у фашистов Оказывается, она и немецкий не знала Это видишь, просто похож там, ну, звучит там Примерно там Вот, значит, и знаете Ну Дедушка, кстати, обрезал у нас всех мальчиков И татарских, и еврейских, да, значит Но это была как культура, традиция Это не было у нас Ну, как-то с религией связано Не знаю Вообще никак не было связано с религией Ни с еврейской, ни с мусульманской Абсолютно никак Вот, и что Да, спасибо Вот, то есть, ни о каком боге Я не знал, ни о Мусульманском представлении Ни о еврейском, ни тем более о христианском Я ничего не знал Вот, и Но я с ним встретился, пережил с ним встречу В 13 лет неполных Вот, такая моя бармица Произошла такая сверхъестественная Вот, я Заболел тогда и умер Заболел я и умер от пневмонии Двустороннее воспаление легких Вот, и смерть наступила от того, чтобы боль легких оттекли Вот, и все, как бы Моя первая жизнь-то закончилась тогда Не успев начаться особенно Вот, и Вот с этого момента Да, вот началась моя новая жизнь Совсем уже Вот, потому что я воскрес И был исцелен сверхъестественно Значит, ну, мое воскрешение Попытались врачи как-то объяснить родителям Но очищение обоих легких Они никак не могли объяснить абсолютно Вот, это было без комментариев Вот, но В короткий промежуток Каких-то этих минут Смерти моей Между смертью и воскресением Вот, все самое главное в моей жизни и произошло Вот, и А что самое главное? Ну, это была встреча с Богом Это было Прощение, которое пережил Это Ну, много чего уместилось в это Здесь на земле Тысячи лет как один день там И наоборот Так что в эти минуты уместилось очень многое Вот, но самое главное, что я Когда вернулся, я без него не мог себе представить жизнь уже То есть, я не мог без него жить просто Влюбился, как говорится, по уши Вот, и И уже не мог себе представить другой жизни Вот, но К сожалению, там, или может к счастью, не знаю До сих пор Как лучше сказать даже Никого Религиозных людей не было в моем окружении То есть, не было ни Религиозных мусульман, ни иудеев Ни христиан, тем более, не было никого В русских вообще не было никого, в принципе У нас все окружение были татары Большая, огромная семья Татарская семья И мне очень близка Татарская мусульманская культура Очень близка мне Еврейская моя семья Они были очень атеистичны Они даже, скажу так Считали свое еврейское недоразумение Просто историческое Вот, в общем-то, были Чисто ассимилированы И совершенно далеки от Вообще, были чисто советские такие люди Вот Если татарские мои родственники Они хотя бы хоть сохранили Хотя бы какую-то традицию Какие-то, ну, сабантуи Там, какие-то там Курбан ели, мясо, допустим, ели Все время тоже, значит Ну, хоть что-то сохранили, допустим Вот То еврейские мои родственники Не сохранили ничего фактически Вообще Даже фактически Вообще ничего не сохранили К сожалению Вот И Ну, знаете Да, было время страшно, конечно Раскидывать все это камни Да, значит Но пришло время собирать Слава Богу Постепенно Поднимено По чайной ложке Смотрю, мои дети уже больше Намного уже Вот Собирают Вот Для меня было стрессом В своем вообще Узнать, что я еврей Я сколько лет пытался Забыть об этом Вот И это Ой-ой-ой Вот И Но я люблю молиться И за татары И за евреев Потому что это Близкие мои люди И культурные И вообще духовные Но самое главное Не в том Бог Он над всеми нами Он выше всех нас И наши человеческие Вот эти представления Все Религиозные представления Они до неба Не доходят На самом деле Они Не могут закрыть небеса Не могут закрыть Бога От нас И вот Этот океан Божьей любви В который Окунулся Тогда В 13 лет Это стало Таким камертоном Для меня На всю жизнь Вот Кстати Не только у музыкантов Камертон есть У художника тоже есть Да? У художника тоже есть Свои хитрости И тоже есть Свой камертон И цветовой И в цвете И в свете Значит Да Но То есть Когда графикой И когда живописом Занимаешься Тоже есть свой камертон То есть То чего ты отталкиваешься То Как бы С чем все время Все сравниваешь Как бы То чем живешь Как бы Настрой определенный Как бы Звук Определенный Как у музыкантов И знаете Вот моим камертоном Всю мою жизнь Вот этих 40 лет Последних Это Как раз Вот та встреча С Богом Который Как Оказалось Является моим отцом Настоящим Моим родителем И отцом И матерью И всем Слава Богу Вот и Конечно Моя мама Потом меня спрашивала Уже будучи Церковнослужителем Священнослужителем В 87-м году В 88-м Я хором руководил Читал Пел на клиросе И Моя мама спрашивала Почему ты не пошел Ни в синагогу Ни в мечеть Почему пошел В храм православный Ну как бы Я отмазался тем Что говорю Ну мам У нас И нет Как бы Я может и пошел бы Даже в мечеть Пошел бы В синагогу Может быть Почему бы нет Но у нас просто Не было У нас все Что с религией Связано было Вот как бы Это только лишь Вот храм православный Как бы Путь заказан Говорю Вот хотя не только Об этом конечно Шла речь И для меня Это было не только В этом дело Потому что Я и читал конечно Сравнивал тоже И интересовался Не только Библию читал Но и Коран И старался Что-то из Современного иудаизма Прочесть Ну тогда Подпольно Только Нелегально То что Под копирку На машинке Там Перепечатывали Распространяли Удавалось Кое-что прочесть Вот Но Даже то что Я прочитывал То немного Хотя бы Для меня Это стало Ну скажу Очень Хорошим таким Опытом Ну как говоря Сравнительного Благословия Я кстати знаю Один знакомый Он Чуть пораньше Начинал Как раз Служить В храме Православном Тоже был И подиаконом Тогда А потом Перестал ходить В храм И его Не было видно Нигде В церкви Акадцы Они уехали в Израиль Семья Были такие Зашифрованные Все были Потерявшиеся Вообще Мы Журавлевы Рядом Были Соловьевы Рядом Были Воробьевы А как На зло Все Птичьи Были И Все были Такие Скажи Что Евреи Нет Мы Не Евреи А вот Эти Были Кстати Они По-моему Ивановы Были Но Они Были Евреи А вот Довольно Как-то Странно Ну Все Все Знают Что Были Раньше Дершили Тоже Но Так Получилось Что Фамилии Поменяли Но Сохраняли Почему-то Своё Такое Еврейское Отношение Интересно Очень Даже Один Слово Мы Ехали Вот Как только Возможность Появилась Такая Еще Союз Был Еще Правда Последние Годы Союза Но Как бы Они Уехали Восьмидесятые Годы Вот И Спустя Годы Значит Возвращается Значит Будем так Говорить Товарищ Бывший Православный Церковнослужитель Рэбе Равин Вау Вот это да Так интересно Так Владик Это ты? Да Вот это да Не может быть Ты рэбе Да Вот В ортодоксальном Иудаизме Один словом Там уже На Святой Земле Стал приобщаться Традиции Вот Стал Ревностно Посещать Синагогу Вот И Учился В Ешиве И так Пошел По той стезе Вот Значит И В общем-то Довольно Интересна Судьба Человека Вот А почему Из православия Ушел Почему Перестал В храм Ходить И Ведь Начинал Служить В православном Храме А вот Из-за Антисемитизма Из-за Того Что Там Местная Архиерия Мордой Жудовская Назвал Прилюдно При всех Священниках Прям В алтаре Прям И запретил Ему В алтарь При нем Заходить Ну Что нет А вот Их Не Да Вот И К сожалению И вот Он Обиделся Огорчился Перестал Ходить А потом Появилась Возможность Уехать Вот они Уехали Интересно Судьбы Людей Судьбы Людей Очень Разные Конечно Но Самое Главное Каким Путем Не шли Мы Есть Бог Живой И есть Путь Живой И для Меня Как для Верующего Человека Путь Истинной Жизнь Открытый Самим Богом Это Сам Иисус Христос И сам Масих Да По-татарски По-еврейски И еще Масиах Но Как ни Называя Это Действительно Тот Кто Есть Слово Божье Тот Кто Есть Слово Бога Кто Есть Действительно И Альфа И Амеби Начало И Конец И Первый И Последний Тот Кто Кем Сотворены Вообще Все эти Времена Даже Все Что мы Видим И не Видим Вообще И тот Кто Действительно За нас Умер И воскрес Для нашего Оправдания Для меня Он Действительно Он мой Герой Он мой Спаситель Вот И В жизни Мне повезло Просто Наверное Что до того Как стал Православным Я Выцерковленным И служителем Церковным До того Я пережил Встречу С Живым Богом Вот И Вот эта Тоска По Живому Богу Она не давала Покоя И вот Потому что Традиции Обряды Они могут Лишь на время Тебя удовлетворить На время Ну на какие-то годы Меня хватило На несколько лет Всего лишь А затем Что Затем Опять Эта пустота Потому что Традиция Любая традиция Она лишь До поры Может тебя Насытить На какой-то Поре определенной Но не дольше Вот А бездна Потом еще больше Становится Это бездна Вот И Бездна Бездну призывает Бездну Милосердие Бога Бездны Любви Бога Вот И Знаете В 96 Году Вот так вот Познакомился С одним Человеком А я Всегда В Рясе В основном Ну не то что Тогда всегда В Рясе Был Подрясники В Рясе Вот И люди разные Подходили Спрашивали О том О сем И вот Я познакомился С одним Человеком Который Был дьяконом У писятников Писятнической церкви Представляете Значит И Ну я не знал Об этом Что он Писятник Если бы знал Я бы с ним Не знакомился Конечно Потому что Я был настроен Так Ну как бы Я себя убедил В том что Не обманывайтесь Братья Да написано Я себя обманул В том что Только лишь В православной церкви Спасение Вообще Не может быть Нигде больше Абсолютно Вот И И знаете Вот Это к сожалению Сектантское мышление Оно до добра Не доводит Никогда Вообще Сектантство Это Когда человек Считает Что только лишь Его там Конфессия Динаминация Его там Значит Религия Там Является Спасительной А все остальное За периметром Вообще Трава не расти Вообще Вот Это Неправда Потому что Дух дышит Где хочет Потому что Бог Он намного больше Наших всех Религиозных Церковных Представлений Нашей Догматики Нашей практики И теории Вот И В 96 Такая ломка Началась У меня С этого Знакомства Брата Звали Григорий Это Григорий Тельных Он сейчас Пресвитером Является В городе Сураж Брянской области Очень хороший Брат Очень люблю Его И Вот Пообщавшись С ним Он вдруг Себя Немного Так Нечаянно Сдал Он Так Из писаний Процессировал Там Довольно Много Знаете Ну Не сославшись На Библию На писание Но Я-то знал Где это написано Раньше Как раз Вникал В это писание Хорошо И знаете Да Я понял Наши люди Библию Не читают Думаю Что-то здесь Не то И я Гришу спрашиваю А вы Христианин? Он говорит Да Христианин Я конкретизировал Натепление на Бужуазию Говорю Православный? Он сдался Короче Нет Говорит Христиан Вера Ивановская Пятидесятник Короче Ой-ой-ой Я там Говорю Чуть не упал Это даже Не паптисты Думаю Знаете Еще хуже Еще хуже Это случается Везли Умора Так и краса Не знаете На самом деле Потому что По сектоведению У меня было Пять с плюсом Да Значит Я сдал С первого раза И потом Пять с плюсом Был у меня Как марсискалининская Философия Я сдавал Сектоведение Я понял Что это Как марсискалининская Философия В принципе Которую тоже Я сдал На пять с плюсом Все время И сдавал Секрет Очень хороший Ну Языком Не мешки таскать Вот Самое главное Не останавливаться Говорит Морду танком Боже Ты просто Уверенный Знаю тебя Вот Значит И говоришь 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 Не останавливаюсь Все Раз запнулся Ну пол балла Я не балла Тебя могут снять А так В принципе Вот сдал На пять с плюсом Все Пока не остановили меня Я все Цитатами 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 Отцов наших Всех Маркса Энгельса Их великого практика И всех Цитатами Забивал всех Вот Благо с детства Все это знал Хорошо Бабушка Нас муштровала Будь здоров Она такая Болода Такая Очень верующая Была женщина На самом деле Вот Ленин Сталин Были ее кумиры Вообще Она Сталина получала Лично именное оружие Вот Как Ну заслуженный Ее муж Дедушка мой Получается Родной Который мой дедушка Бабушка вышла Другой раз замуж Значит Тоже за чекиста Но уже КГБ Уже Был офицер Вот А то был НКВД был Вот Первый дедушка Вот Ну это в принципе Одна система Просто по разному Называлась Вот Тот мой дедушка Который НКВД Значит Тот значит Был полковником НКВД еще до войны Сделал карьеру В этих органах В ЧК НКВД Вот Их родители Моих бабушки Дедушки Они там до революции Сидели в тюрьмах Каторгах При царе За революцию Как бы За светлое будущее Там В этих партиях Были Экстремистских Террористических Были Они верили В светлое будущее Верили Что потомки Их спасибо скажут За все Что они делали Они верили Что Делал благое дело Благо Для всего человечества Даже Они верили В мировую революцию Вообще глобальную Такую огромную И в этом котле Назло бружуем Мировой пожар Раздуем Там и прочее Прочее Но Сегодня Я понимаю Что Неправы были они Когда хлопнули громко Дверями синагоги Отреклись от Веры в Бога От религии И Громили и храмы И синагоги И мечети И все Все что с религией связано Искореняли И считали Что Все это Вообще Как бы Пережитки Буржуазного Прошлого И вообще Мракобесия Но На самом то деле Вера в Бога Это Даже не мечеть И не синагога И не храм Это Это намного Глубже Больше Это то что Внутри человека Это оказывается Действительно Даже сегодня Ученые уже Признают Что не только Мы гомо Сапиенс Но и гомо Религары А человек религиозный Даже на отдаленных Островах И там Бразильской севере Там находят Племена Народности Которые Не контактировали Никогда Вообще Даже со своими Соседями Вот Но Не нашли До сих пор Народа Атеиста Такое В природе Не существует Вот Его Северционно Пытались Вырастить Такой народ Из разных Народов В горниле Революции Войн Знаете Или Гулагов Там прочих Но Ничего Из этого Эксперимента Хорошего Не вышло На самом деле Потому что Человек Он на самом деле Он не может Без Бога Потому что Он создан Богом На самом деле Это правда И Братья Сестры Дамы Господа Знаете Когда мы с Григорием Пообщались Первый раз То Я благодарен Богу За его Сердце Такое Открытое Что Он не держался За свою конфессию Не отстаивал Он вообще Говорил о вере О Боге И мы обменялись С ним литературой Бодрывной Как говорится Я ему дал Православную Книгу Там одну Прочитать О земной жизни Преступной Богородицы Он взял С таким Уважением Я очень был рад Что он взял Думаю Недалеко от него Спасение Видимо Если Матушка Богородицу Примет Все Уже Наполовину Наш уже Дальше Вопрос техники Вот И знаете И пока Я в такой Эйфории А кстати У меня сразу Мысли такие Думаю Вот Подучился бы Хорошим батюшкой Был бы И грамотный И все Думаю Наверное Недавно В этой секте Наверное Поэтому Нам говорили же По сектоведению Что вовтисты Тихие сумасшедшие А 50-ники Которые бульные Ну в принципе Балата одна Но настоящих Бульных мало Как мы говорили Ну в общем-то Как бы Диагноз 1 Ну и через одного Агента Цейруем И Моссады И мирового Империализма Короче Вот Это Кстати У нас даже Генрих Боровик Преподавал Тогда Тот самый Что вел Международный Панорам Тогда Был Очень Жутко Популярный Дядя Вот Да Значит И он Приезжал В Загорск Тогда Представляете Так интересно Как телевизор Смотришь Сидит Но он Рассказывал О моральном Кодексе Забыл Даже Тему Его Забыл Как бы Образ Советского Священника Образ Советского Священника Что Мировой Империализм Он Глядит Он Глядил Что Он Хочет Развалить Нашу Советскую Родину И В авангарде Этого Процесса Развала Стоят Как раз Всяк Сектантские Элементы Баптисты И Особенно Песятник Они Через одного Агента Цейрут Моссад И Он Такой Наговаривал Что Панорама Отдыхает Международная Ну Ладно Ну Ладно Это Уже История А Вот Тот Григорий Он Нормальный Человек Адекватный Наверное Думаю Недавно В этой Секте А нам Говорили Первых Полгода Процесс Обратимый Что Можно Спасти Я Не знал Что Он Вырос Там Вообще Он Вообще И Родители Там И Все Были Короче В этом Дерем Вот Это Да Думаю Ну Ладно Это Потом Уже Узналось Все И Пока Я В такой Эйфории Он Из Своих Сектантских Штанин Достает Свою Литературу Представляете Я Ему Дал Мою Книгу Прочесть Православную А он Дал Свою Книгу Прочесть Я Там Даже Запечататься Не Успел Потом По шаманю Конечно Да Вот Ну Значит Книга Очень Интересная Получилась Да Значит На самом Деле Это Людмила Плет Автор Время Начать Суду С Дома Божьего Вторая Книга Трилогии Вот Она Попала Мне Первой В руки Вот Это Проповедь Эрна Штегина Вот Аква Сизабанду Значит Пробуждение Очень хорошая Книга Мне очень нравится Она до сих пор Очень сильно нравится Вот Одна из моих Любимых Из протестантской Литературы Значит С тех пор И по сей день Вот И Даже Я Скажу Эрна Штегина Я в жизни Никогда Жильем Не видел Но Знаете Вот Когда Мы как-то Общались Кого хотели бы Поприветствовать На небесах Ну После Господа Конечно Я бы Наверное Эрна Поприветствовал Значит Потому что Очень много Его проповеди Тогда Ну Повлияли На меня Значит Его свидетельство Проповеди На мое христианство На мою жизнь Нальнейшую И Самое Удивительное Что произвели Эти проповеди Это вот Тоска Вот эта Жажда По Богу Как бы Направление Слово Божье Библии Да Значит Иисус Христос Вот Открывший Отца Вот Это настолько Вот Как бы Стало Очевидным Слава Богу Вот И Я прочитал Эту книгу Значит И Там Наревелся Просто Не знаю Я Потому что На самом деле Вот За живое Брал Эта книга Я даже Думал Тогда Думаю Надо же Не православный Автор А такие Православные Вещи Пишет Такие Правильные Вещи Думаю Золотом Золотом Наши Наши Дней Наших Думаю Вот И Значит Жена Тоже Прочитала Потом Наревелась Тоже А потом Меня Спрашивает Интересно Женщина Все помнит Значит И Она Вспомнила Этот разговор 91-го года Еще Представляете Или Даже Раньше Вот Да 91-й год И Она Спросила Помнишь Я про Баптикс Тебя спрашивал Когда-то И ты Сказал Что Короче Вата Найдет Вот Сто процентов И Вот Она Сказала Мне А вот Что ты Думаешь Сейчас После Эрнштегина Проповеди И я Впервые В жизни Тогда В моем Православном Христианстве Моем Я Впервые В моем Христианстве Я Сказал Что Ну Наверное Все-таки Вот Если Вот Такая Баптистка Была Вот Как Эрла Ну Может Даже И Спасется Может Ну Я Так Сказал Еще Потом Общались Когда Ну Может Дальше Ну Может Не Прям В рай Прям Не За Что Как Вот Да Ну Что Он Корбут А Вот Говорю А Где-то В полумраке Где-то Не во браке Ну Так Не во свете Конечно Ну Ладно Короче Мои фантазии Но Я Уже По край Мере Мой рай Православный Трещал Уже Одним Словом Там Находилось Место Где-то На задворках Но Протестантам И Когда Мы С Гришей Снова Встретились Договорились Через недельку На том же Месте В том же Час Обменялись Снова Литературой А я спросил Его У вас есть Другие книги Этого автора А он сказал А я знал Что вам понравится Надо же думать Кто же Знал-то И дал мне Первую книгу Трилогии Пробуждение Начнется с меня Да И И тут же Говорит Представляете мне Следом Я только взял книгу А он мне тут же Говорит Батюшка А вы приходите К нам на служение Думаю Ничего Все точно Американская Спецподготовка Палец в рот не ложи Думаю По локоть Откапнуть Сразу Это я только Стоит с ним Подобрее А он сразу До собрания Зовет Думаю Вот это Да Думаю Ну Как бы Я Конечно Не послал Его Потому что Все-таки Эрла За ним Эти Зонгусы Кваси За банду Как бы Уже Как-то Некошерно Его так Уже Посылают Так Знаете Но я Сказал Что Я конечно Не приду Потому что У меня же у самого Воскресенья служения Там В храме Он говорит А у нас на буднях Он не встает На неделе тоже Есть там Такие собрания Такие Думаю Да у меня тоже В принципе Какие-то То крестины То венчания Я один Разрываюсь На столько Селков На столько Поселков Там и прочее Ну ладно Думаю Я сказал так Чтобы его Сильно не расстраивать Говорю Ну если будет Какая-то Оказия Ну Вечерком Окажусь У вас Где-то там В райцентре Ну зайду Как-нибудь Оказию Однажды Вечером И дело было нечего И я был В райцентре И недалеко От дома Малифинова И такая мысль А почему бы Не за всех Братьям меньшим Десятникам Дело в том Что после прочтения Всей трилогии Уже к тому времени У меня уже Даже отношение Было такое Наверное Ну все-таки Какая-никакая Но родня Думаю Седьмая Потом Не селе Но все-таки Родня Ну думаю Это как бы Братья меньшие Ладно Хорошо Даже так И вот И я зашагал Думаю В принципе Что я Пошел Прямо К дому Малифиному Вот значит И А уже перед домом Малифином Остолбенел Думаю Стоп Текать Сейчас думаю Наверняка Меня А Думаю Сейчас я схожу в собрание Уже Ну Полгорода Будет знать точно Что я был у них У сектантов Думаю Так это же Какой соблазн будет А стоп А думаю Если сейчас я развернусь Уйду Думаю вообще Еще хуже молба будет Скажешь батюшка там вечером Что-то шаманил Возле дома молитвенного Думаю еще хуже Греха не оберешься Думаю нет Была не была Думаю в конце концов Это Русь святая православная Это не всегда Значит заморские Я говорю Все я прихожу Я зашел А вот тем более Не с начала И не до конца А вот так Побуду Посмотрю За ихнюю Как говорится Свободу И уйду Все И вот Захожу А там здание Просто переделанное Под дом молитвенный Там коридор И куча дверей Не поймешь куда заходить Значит И девушка в коридоре Остолбенела Видит батюшка Да И я говорю Девушку Когда мне пройти Она По коридору Она показывает Что-то прямо Думаю Зомбированный Короче пошел 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 Туда Не поймешь Куда заходить Думаю Ну там Что-то кричат Думаю Никакого благовидия Думаю Нет Ну ладно Ладно Зашел Это я еще Куризматов не был Дошел до конца И Последняя дверь Думаю Хорошо Наверное Как у нас Последняя Крайняя дверь Думаю Зайду Сейчас Посмотрю Где-то В стороночке А8 Много Внимания Не привлеку И уйду Потихонечку